Привет, друзья! Мы не были, ничего там интересного нету, просто время потеряем. Разберемся с этим, а потом Винхельм или Маркарт разбираться с убийствами. На 2 утра нам ночь. Мы уже отошли. От алкоголя, так что все будет довольно мирно и культурно. Только с кем там поговорить надо? Ты там не это, не трынди. Ага, с тобой и Зольда. Да, что-то я немного... Ой, а что случилось? Помолвка сорвалась? Слушай, давай ты вернешь мне кольцо, и мы забудем обо всем. Ну, мне прямо жаль. Я так ждала вашей свадьбы. По словам, вы таких интересных гостей назвали. Свадьбы? А что могло случиться с кольцом? Ну, оно же должно быть у твоей невесты. Неужто ты даже не помнишь, где она? И все это после такой романтической истории о встрече в роще ведьмин туман? Ясное дело, что она тебя бросила. Мне нужно попасть на свадьбу. Нет, подожди. А что за история моей любви? Ты что, не помнишь? Это самая романтическая история, которую я слышала. Вы повстречались при полной луне у самого высокого дерева в роще ведьмин туман. Кругом летали светлячки. Ай, все как в романе. Кажется, у Кепела тоже все в порядке с языком. Ты упомянула торговые караваны? Да, Каджита зарабатывает, путешествуя по миру и торгует своими товарами. Не просто это, наверное. В Скайриме жить нелегко даже тем, у кого есть крыша. Так, ладно, это уже... Ты им доверяешь? Ты им доверяешь? Да. Они были честны со мной, насколько я могу забить. Анорд обман всегда распознает. Угу. Слушай. Мне нужно попасть на свадьбу, пожалуйста. Каджита, твоя невеста тебе скажет, где будет проходить церемония. Если она тебя не бросит, когда узнает, что ты даже за кольцо заплатить не можешь. Ах, нет, я не собираюсь 2000 подавать тебе за кольцо. Ага, давай. Черт. И где эта роща? Твою мать, да я за ночь что, весь долбаный Скайрим объездил. Ну, собственно, можно выйти сейчас из Вайтрана, сесть на повозку и так далее. А можно вот так вот в Винхен, конечно, переместиться. И оттуда уже на лошади. До рощи. Да. Вот так вот в жизни я никогда не пил, чтобы проснуться где-нибудь в Новгороде и понять, что где-нибудь в Ярославле женился. А в Санкт-Петербурге нарожал детей и повидал Макса в Иркуте. Так, королевушка. Погнали в рощу. Это была бы эпичная ночь. Тропинка не очень ровная. Тоже заброшенная. Здесь уже, по сути, уже не тропа. Да не бойся, козочка. Сам боюсь. Что меня там ожидает? И что за невеста, черт побери? У нее ли кольцо? Интересно. Еще один великан. Самое высокое дерево в роще. Так, мы тут познакомились. Чего ей быть здесь? Хотя, может, и кольцо осталось тут. Блин. Ничего не понимаю, что творится. Роща ведьмин туман. Может, я на ведьбы жениться собрался? Черт. Кажется, да. Там вражая. Господи, правда говорят, что не бывает страшных девушек. Бывает мало водки. У Кепела вчера с водкой было все в порядке. Ну, или с другим напитком. Девушке не в обиду. Это можно сказать и про пацанов. Мойра. Почему ей плевать? С ней что, надо было поговорить? Отстань от меня женщина. Почему она не атакует меня? Вообще-то мне хотелось бы получить кольцо назад. Я тебе три стрелы в голову вогнал. Какой нахрен экстаз? Что? Оно тебе нужно для этой потаскухи с Мерельдой с тёмными перьями, да? Ты ей не достанешься. Ясно? Черт. Ура. Нахрен от меня пошло. И с Мерельдой я твою убью. И тебя убью. Стоять. Семь стрел осталось. Черт. Забрал их, забрал. Офигеть. Навык разрушения. Я возьму. Ладно. Я думаю, пора переходить на железные стрелы. Нордские стрелы подождут, пока мы не найдём... Пока мы не найдём... Ещё нордских стрел в каких-нибудь подземельях. Да уж. Жениться на вражей. Изольда, Изольда, Изольда. Ты даже не представляешь, насколько это... Романтичная история. Неправдива. Стой, 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 Изольда. Заработаю деньжат на торговлю с кальчинскими караванами. И выкуплю у кульды для цующих кобыл. Ага. Вот кольцо. Слава богам. Жаль, что у нас с ней ничего не вышло. Я знаю, как тебе хотелось. Не напоминай. Такая была бы красивая церемония в Морванскаре. У тебя же там был волшебный посох, чтобы развлекать гостей. Не так ли? Морванскар. Черт, а это ещё где? Это в Вайтране. О, возле Винхельма, точнее. Офигеть просто. Королёшка. Нам вновь в путь. Так, Морванскар. Это вот не тот замок? Похоже, так оно и есть. Смогу ли я подняться здесь? Черт. Неужто подняться здесь не получится. Нет, я думаю, всё-таки выйдет. Да, так оно и есть. Велика ли вероятность того, что здесь меня встретит никто иной, как трындец? Коль и так надо выпить бутылочку венца. Нельзя, есть предметы необходимые для задания. Да. Тут только что радар был иссыпан красными точками. Враждебными созданиями. Черт. Нельзя пить, когда я на задании. Нельзя. черт 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 надо еще баночку . есть у меня шанс твари ахахахахахахахахаха агон лёд и уааа думаю оа будет неплохо Большие рога. Электрический разряд, доносящий восемь дней с урона здоровья и магии. Это посох, что ли? Нет. Вызов питомцу. Придется почитать потом. Здесь прохода никакого нету. Ну давай поднимемся наверх. Да, придется заходить внутрь. Морвунскар. Не пьют тебя ни ночь. А я что делаю? Ты работаешь в кузне. Зачем? Нужно, чтобы я работал в кузне. Мы используем магию, а не оружие. Не ленусь, они надо мною издеваются. По крайней мере, не приходится возиться с узниками внизу. Да я не знаю, что и думать о том, что происходит внизу. Уверен, нарису, это в радость. Пакостная отличность. Внизу, узники. Ничего не произошло. Ничего не произошло. Стой, 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 стой. Ничего не произошло. Стрела прилетела ниоткуда. Отлично. Фу. Есть новый уровень. Здоровье, конечно. И... Бешевный ковырок, вперед. О, отлично. Эй, почему... Почему почти все бутылки здесь пустые? Черт. Кстати, я не знаю, заметили ли вы или нет, но здесь не попадается ни чай, ни компоты, ни соки. Посох обморожения еще какой-то, да я возьму. Придется что-то выкидывать. Дримерская секера сбора. Дримерская секера сбора. Что же мне выкинуть? Кстати, два посоха искр. Ну, собственно, зарядов, конечно, заряда не потратится. Могу выкинуть один. Так. Это все пустые бутылки, да? Что за узники там внизу? Тоже пустые бутылки. Черт. Кто вставляет кошелек с монетами вот так вот? Так. Не мы ли здесь бухали? Задаю себе теперь вопросом, потому что вина, ну, уж очень много. Грозовой маг. На него не сработало. Это долбанный... Что за... Это долбанный щит помог ему. Очень мало. Законодание становится сильнее на 30%. Черт. Плохо то, что... Зелень это. Микстру лекаря, воина. Да, грозовой маг. Черт побери. Ханулся. Они пьют день и ночь. А я что делаю? Ты работаешь. Не понял. Не понял. Да, не взял еще уровень. Черт. Эй. Складировать хотел. Надо было немножко постоять рядом с ними, покачать скрытность. Ну да ладно. А вот здесь я сохранюсь. Я думаю, в этот раз все получится. Я думаю, в этот раз все получится. Отлично. Новый уровень. Здоровье. Скрытность. Сделаем кувырок. Отлично, эти магии уже не станут проблемой. Отлично! Ну-ка, что у тебя есть? Ничего Что за? Рубин Приглашение шангов Имперский лук потери Урон 8 Отнимая 21 магии Против магов будет Само Настоящего кузнеца Навоку Улучшение оружия и брони увеличивается на 17% Кожаная броня Блин, что-то придется оставить На 17% Складируем Самарский лук Так, я не перегружу? Да, все нормально Прежде чем туда заходить Что? Алдуин Акатош, господи Дихотоми Я прочитал Алдуин Алкаш Продолжение следует... Здесь, гады Выходите Нет, там Черт Черт Отстань ты от меня Кританол Что? Человеческое сердце? Оно-то вам нахрена? Господи Ничего страшного Еще три бутылки А вот здесь мы кое-что сделаем Снять зачарование С освещенного двумерского меча И железного Железных перчаток Настоящего кузнеца тоже Даже есть парочку Камни и душ Которые заполнены Так Я хочу выкинуть Железные перчатки Обычные А, или они сломаны Теперь Триста Тридцать Да, они Все, понял Так Значит Мы пойдем проверять Что это? Цветилище Дебеллы Хм нарис порочный зелья иллюзии и больше ничего полезного навык разрушения но я прочитал что конечно все равно и первые карась что они сделали с этими бедными людьми мать практиковали свою ману а магия чертовы уроды тут выход наверно уже нет да заберу сейчас тот посох леха муха он был там мультех магов ладно значит не заберу хотя нет надо забрать его одного один посох сломаем один останется как раз если можно ломать вот так вот быстрее я буду двигаться или нет вот так выносливость тратится благо мы ее прокачали хорошо так где кого-то из вас я оставил да да по-моему так быстрее это манная роща Что это за место? Все настолько умиротворенно выглядит. Что за... Сэм! Кто эти люди? Ты здесь? А я уж думал, что ты сюда не доберешься. Ну и путешествие. Где мы? Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз. У тебя болота еще, ночка. Думаю, посох по праву твой. У меня с собой все, что нужно для починки. А, перья выражения и прочее. Можешь их выкинуть. Понимаешь? Что за... Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться от души. И у тебя это прекрасно получилось. Я уж сотню лет так не развлекался. Кто ты? Я Сангин. Доэдрический князь Разгула. Знаю, знаю, как я мог тебе наврать. Но я ведь не мог тебе доверять, пока мы вместе не выпили. Но вскоре до меня дошло, что из тебя выйдет более интересный носитель моего не очень святого посоха, чем этот бездарный кусок мяса. Почему ты говорила у меня? Давай на чистоту, да? Я не всегда продумываю свои решения. Но ты... Ты много путешествуешь. Может, чуть-чуть помощи от дядюшки Сангина, и твой курс слегка изменится? Хм. Спасибо. Ага. Да на здоровье. Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут держать вместе с посохом. Хм. Ничего себе. И я теперь перегружен. И в итоге я вновь в таверне. Да. Что за посох он дал мне? Ну-ка. Роза Сангина призывает Дремору на 60 секунд. Влияние Деяда достижения получил. Призывает Дремору на 60 секунд. Блин. Красивый посох. Так. Слушай. Мне бы продать тебе что-нибудь. Давай я продам тебе что-нибудь. Типа куриного яйца. Не знаю. Нет. Соль. Черт, пища. Вот. Ножки. Грязового краба продам. Черт. Скума. Точно. Продам скуму. Я все равно перегружен. Будь как дома. Но постарайся ничего не сломать. Ага. Нужно срочно продать что-нибудь. Сангвинь. Это был прикольный квест. Так. Быстренько продадим что-нибудь. И. После этого. Так. Я их не хотел доставать. Горожане называют меня капитаном. Да, да. Кэп. В свое время я ходил. Гуляй ты уже. Кто это говорил? Продадим и начнем разбираться с убийствами. Будет, думаю, тоже немало интересного. Черт. Где здесь магазины? Где-то может быть там? Да, скорее всего, там. Паршивая скорость. Или это. Жилой рай. Жилой квартал. Или это улица темных. Или как-то так называли. Где темные эльфы живут. Очень похоже на то. Эй, привет. После того, что произошло с теми женщинами, я беспокоюсь за собственную жизнь. Ага. А, ты кто? С тех пор, как эти имперские ублюдки напали на меня с садей и ранили, мне трудно дышать. Белина Хлава. Хорошо, хоть пить не трудно. Да, это жилой район. Я убил шестерых голыми руками, когда спасал товарищей из засады имперского потемлятора. Это тоже дом? Черт, возвращаться, что ли, придется. Эй, привет. Работа на ферме тяжела. Иногда можно отдохнуть. Но приходится тогда слушать братья, помнящих. Говорят, стража рассвета возрождает. Вот, кажется, оно. Работники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Рифтера. Может, и мне стоит к ним пойти? Да, подержанные товары садари. Что-нибудь да точно продадим. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. Привет. Может, это... Садари. Это товар законного происхождения. Чего я не могу сказать о некоторых других торговах. Что у тебя есть на продаже, друг? Кто-то зовет мой товар мусором. Но для меня это сокровище. Ага. Давай-ка посмотрим на оружие. Мурочекинжа выращается так по сухих искорх. Стальное стрело можно продать. У них есть стоимость даже. Правда, весы нету. Но все равно продадим. Одежда. Цены выгоднее. Да, спасибо, что напомнили. Заклинаю остановление. Расходует на 10% меньше магии. Серебряное кольцо. Продать. Серебряное кольцо с имитистом. Продать. С гранатом. Продать. С рубином. Серебряное ожерелье. Офигеть. Зелие. Установление магии продам. Регенерация магии. Свитки. Драгоценных камней, конечно, просто до хрена. Да, она больше у него и денег нету. Все. А, нет, подожди, что есть на продаже. Давайте посмотрим на оружие. Хотел посмотреть. Двимерская стрела. 44 штуки. Неплохой выбор. Урочая стрела. Тоже. Куплю. Так, значит, можно продать ему еще что-нибудь. Аметист. Гранат. Бриллиант не хочу. Все. Гуляй, Вася. О, да, наконец-то. Могу быстро перемещаться по городу. И так. Скорее всего, нам нужно будет вернуться в таверну. Потому что я хочу раскрыть дела об убийстве здесь. Это должно быть интересно. Ну и прекратить их. Это должно быть еще и полезно. А, вот она, собственно, эта таверна. Но мы это будем делать в следующей серии уже, друзья. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok